Добрый день! Кухня каждой страны по-своему неповторима и уникальна. Именно поэтому, отправляясь в путешествия, многие из нас устраивают своего рода гастрономические туры, пытаясь попробовать как можно больше традиционных местных блюд. Стоит отметить, что помимо национальной кухни, некоторые города славятся своими легендарными десертами, известными во всем мире. К примеру, какой сладкоежка не знает, что такое чизкейк? Бостонский торт. Классический бостонский кремовый торт представляет собой легкую и неимоверно воздушную выпечку, которая, как ни удивительно, не принесет вреда вашей фигуре. Очень многие сравнивают его с тем самым птичьим молоком на основе манки, которое напоминает вкус из детства. Торт Павлова. Торт безе со свежими фруктами, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии. Изготавливается из безе взбитых сливок, а верхний слой – из ягод или кусочков тропических фруктов. Назван он так в честь балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. Миланское печенье. Традиционная выпечка – маленькие печенья, которые обычно подаются вместе с чашечкой чая или горячего шоколада, а также в конце обеда с кофе. Нюрнбергский пряник. Традиционные пряники из франко-баварского города Нюрнберга, известные еще со времен Средневековья. Особенно популярны в рождественский период, хотя изготавливаются и продаются круглый год. Линцер. Классический австрийский десерт, названный так по имени австрийского города Линц. Это торт из очень нежного рассыпчатого орехового теста, покрытый джемом и сеткой из того же теста. Эстерхази. Миндально-шоколадный торт, популярный в Венгрии, Австрии и Германии. Назван в честь венгерского дипломата Пала Антала Эстерхази, служившего министром иностранных дел в Венгрии во время революции 1848-49 годов. Черный лес. Шварцвальдский вишневый торт, больше известный как Черный лес. Торт со взбитыми сливками и вишней. Появился в Германии в начале 1930-х годов, а в настоящее время снискал мировую известность. Чизкейк. Чизкейк это творожный сырный десерт, в котором сливочно-творожный слой выкладывается на основу из крошек печенья. Американский чизкейк запекают, а английский холодный чизкейк без выпечки. Торт ленинградский. Представляет собой песочные коржи, прослоенные сливочным шоколадным кремом. Один из самых популярных тортов советской кулинарии. Лимбургский флай. Слово флай происходит от круглой плоской основы пирога, называемого фладо. Сверху которого выкладывают фруктовую начинку. Лимбург это провинция Нидерландов, расположенная в предгоре Харден. Захер. Шоколадный торт изобретения австрийского кондитера Франца Захера. Является типичным десертом венской кухни. И вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире. Цукский вишневый торт. Известный швейцарский торт из слоев орехового безе, бисквита и сливочного крема. Назван в честь места своего рождения. Швейцарского города Цук. Дабош. Традиционный венгерский торт, состоящий из шести слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью. Был любимым тортом императрицы Австро-Венгрии Елизаветы, супруги Франца Иосифа. Франкфуртский венок. Неотразимый торт немецкого производства, состоящий из бисквита, пропитанного сиропом с киршем. И начиненный между слоями легким масляным кремом и вишнями. Киевский торт. Торт, рецептура и технология которого, была разработана в 1965 году на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Состоит из двух воздушно-ореховых коржей безе с прослойками крема. Поверхность торта украшена различными кремами. Боковая поверхность обсыпана ореховой крошкой из фундука. А что же Москва? Любопытно, что у российской столицы за почти 9 веков существования фирменного десерта так и не появилось. Будучи центром торговли, Москва завозила сладость из других городов, в ущерб собственной кулинарной идентичности. Чтобы исправить это недоразумение, правительство города недавно объявило конкурс на лучший рецепт торта, который станет официальной городской сладостью. К работе над рецептами кандидатами уже привлекли лучших кондитеров Москвы. А выбирать торт победитель будут сами москвичи. Ну вот о тортах все. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok